Друзья, всем привет! Ну что ж, прошлое видео было про фандинг-скринер для биржи Vibit. Как и обещал, сейчас будем прописывать структуру для Telegram-бота, чтобы каждый подписчик моего канала мог пользоваться данным скринером. Также хотелось бы отметить, что очень вам благодарен. Спасибо, наставили 125 лайков, 55 комментариев. Все супер. Видео очень хорошо зашло, поэтому я вам всем благодарен. Сейчас напишем самого Telegram-бота. Ну и, как обычно, вся информация в Telegram-канале будет. Мне нужно будет за короткое время его протестировать, посмотреть, чтобы все корректно работало, стабильно. И тогда я делаю анонс и запускаю уже для всех его. Сегодня пока прописываем. Давайте тогда начинать. Переходим в наш проект. Тут у нас папочка только с tg-bottom. Нам нужно создать файл с командой start, когда человек будет туда писать start, чтобы его добавляло в базу данных. Потом нужна проверка, что человек подписан на мой Telegram-канал. И после нужна какая-то кнопка или команда, чтобы пользователь вписал настройку, от каких процентов фандинга он хочет отслеживать, соответственно, сам фандинг. В принципе, это должно быть все. Ну и обработка, естественно, ответа пользователя. Создадим файл commands. Здесь у нас будут команды, конкретно команда start. Создадим файл states для обработки ответов. Сделаем импорт команды и конкретно функции для start, чтобы обрабатывать пользователей. Просто из другого проекта. Здесь у нас будут браться данные по аккаунту пользователя. Далее здесь, если он является подписчиком нашего канала, приветствуем. Потом подгружаем нашу базу данных, проверяем, есть ли он там, есть ли его нету, создаем словарь и просто отмечаем, что добавлю новый пользователь и сохраняем его в наш словарь. Если нет, то предлагаем подписаться на наш канал. Сейчас добавим здесь пару фиксов, чтобы не было ошибок. Добавляем папку data, также из другого проекта просто делаю импорт. И здесь будут у нас пользователи. Также нужно добавить channel.id канала, в котором будет бот проверять, является ли пользователь подписчиком этого канала. Пока его оставим пустым. И нужна теперь функция isMember. Функция isUserMember будет выглядеть вот так вот. Здесь мы просто проверяем пользователя в нашем Telegram канале. Смотрим, какая у него там роль. Если одна из данного списка, то возвращаем true. Здесь просто обработчик нажатия кнопки, если пользователь не был сразу подписан, подписался и нажимает проверить. Здесь мы уже принимаем и отмечаем, что пользователь есть, добавляем его в базу данных. Также я решил немножко переписать функции с выгрузкой и сохранением базы данных. Пусть она будет асинхронной. И нужно теперь поменять вызовы наших функций. Так, эта часть кода готова. Теперь осталось добавить функцию, чтобы пользователь самостоятельно мог вызвать клавиатуру или команду, чтобы поменять свои настройки для отслеживания. Дам еще один файл callbacks. И перемещу наши функции из UserMember и CheckSubscribe туда. Давайте создадим клавиатуру, чтобы пользователям было удобно вызывать нужные функции. Просто понажать у кнопок. Давайте добавим функцию, которая будет возвращать клавиатуру с нашими настройками. Будет reply клавиатура. Здесь я добавил клавиатуру. То есть, если пользователь является нашим подписчиком, вызывается клавиатура, пишется ему сообщение, какая настройка, за что отвечает. Появляются две кнопки. Пользователь видел, что вот, уж как будто что-то пишет. Ну и далее, как и было, второе сообщение через 2 секунды. Теперь нам нужно обработать нажатие кнопок. Клавиатура у нас сама выглядит вот так. Процент фандинга и время. То есть, процент фандинга это минимальный процент, при котором мы хотим получать сигнал. Например, если мы напишем полпроцента, 0.5. Важный момент. То есть, нужно писать 0.5. Никаких запятых. И тогда мы будем получать все сигналы от 0.5%. Время в данном случае, это количество секунд, конкретно секунд именно, до момента, когда мы хотим получить сигнал. Например, если мы укажем 50, это значит 50 секунд до сигнала. Например, если мы укажем 50, это значит, что мы хотим получить сигнал, о том, что будет фандинг за 50 секунд до самого фандинга, то есть, до самой выплаты. То есть, у вас будет 50 секунд, чтобы увидеть этот сигнал, проанализировать его и решить, что делать. Итак, посмотрите, я здесь сделал файл хендлерс. Сюда добавил, соответственно, два хендлера, которые будут обрабатывать нажатие наших клавиш на клавиатуре. То есть, процент фандинга, здесь я указал, что нужно вписывать, пример, как это нужно вписывать, чтобы ни у кого не было никаких вопросов. И, соответственно, для времени я также указал, что мы должны вписывать и как это работает. Сейчас напишем обработчик ввода пользователя и будем переходить уже к самому сигналу. Я написал обработчик наших вводов, точнее, вводов пользователей. Здесь также идет проверка на само число, то есть, чтобы пользователи не вводили какие-то левые символы. То есть, у нас здесь ожидается любое число, дробное или целое. Здесь ожидается целое число в виде секунд. Теперь давайте переходить к самому сигналу. Я упростил функцию onMessage. Здесь у нас будет просто записываться данные в словарь. И у нас есть функция, в которой мы асинхронно будем перебирать всех пользователей, смотреть их настройки и конкретно под их настройки смотреть, когда отправлять сигнал. После будет вызываться функция с сигналом и будем отправлять его пользоваться. Стандарту настройки я поставил, то есть, минимальный фандинг это 0,5 и время 180 секунд до самой выплаты фандинга. Также, друзья, хочу сказать, что если вы хотите научиться программировать подобные торговые алгоритмы, как и я, связанные с торговлей, с биржами, то приглашаю вас на обучение. Сейчас я его провожу полностью индивидуально. Если у вас есть какие-то определенные цели, то конкретно мы их и будем придерживаться. Если вы в этой теме совсем не ориентируетесь, то обучение у нас рассчитано полностью с нуля, то есть, мы разбираем и торговлю сначала, после программирования простое, а после уже переходим к описанию более больших проектов. Также, если вам нужна какая-то помощь в разработке проекта, то вы можете связаться со мной в Telegram, и я со своей командой помогу разработать проект для вас. Это может быть как сфера P2P, так и фьючерсы, спот, что угодно. Поэтому пишите мне в Telegram, любые вопросы обсудим. Давайте протестируем, запустим проект, пишем старт нашего бота, пишет инструкции, краткие инструкции, приветственные сообщения, и теперь можем выбрать настройки, которые нам нужны. Например, поставим 0,5%, все записано, нажимаем, теперь хотим поправить время, то есть это будет 120 секунд, также инструкции пишутся все, все работает корректно. Естественно, я еще протестирую его 1-2 дня, посмотрю, все ли корректно приходит, все новости, естественно, будут в моем Telegram-канале. Также там я сделаю анонс, когда уже бота откроют для всех, и каждый сможет им пользоваться. И давайте, если на этом видео наберем 20 лайков и 20 комментариев, то я также напишу скринер ликвидации, также для биржи Bybit. В следующем видео вы можете написать абсолютно любой комментарий, это очень помогает продвижению видео. Можете написать, что думаете про торговли на фандинга, какие-то вопросы можете написать, все что угодно. Это очень поможет. Всем спасибо за просмотр тогда, и встретимся в следующем видео. И скоро, думаю, будет анонс фандинга скринера для всех участников моего канала. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok